Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина и вы на моем канале. Сегодня буду пересаживать своего лопухастика. Эта орхидея недавно ко мне пришла из посылочки. Посылка, конечно, была очень подмученная, вся помятая, но, слава богу, с орхидейкой все хорошо. Дошла в целости и сохранности, она в идеальном состоянии. Но, да, причина пересадки. Во-первых, конечно же, у нее очень много корней, она уже требует пересадки. У нее здесь полный горшочек, и то вот сейчас она просушенная. Если я ее полью, корни наполнятся, и ей здесь, конечно, уже тесновато. Вторая причина, это вообще из-за того, что горшочек легкий, а листья крупные, и она, естественно, заваливается на бок. Можно, конечно, подобрать ей сейчас кашпо или горшочек, вставить ее туда и ухаживать, но какой смысл? Проще сразу ее тогда пересадить уже в горшок и полноценно за ней ухаживать. К тому же, да, в таком виде, как она есть, неудобно. Мха много, непонятно, как поливать, а мне хочется намного упростить уход за этой красавицей. Поэтому пересадки быть. И первым делом, конечно же, мне нужно ее освободить от ее пластикового стаканчика и от мха, в котором она пришла. Для того, чтобы максимально аккуратно снять мох и извлечь орхидейку из пластикового стаканчика, нужно ее хорошенечко полить. Тогда с легкостью будет мох отходить от корней, а корни будут более эластичные и не будут ломаться. Поэтому я ее прям так хорошенечко-хорошенечко заливаю. Я так обильненько поливаю орхидею, только когда мне нужно ее освободить. Да, полностью будет пересадка, да, я полностью уберу ей грунт. Поливать орхидеи так ни в коем случае нельзя. Да, потому что я знаю, что многие... Ой, я вот видела в видео, так вот прям поливали. Но, да, это не полив, это замачивание перед пересадкой. Поэтому будьте внимательны и аккуратны. Если вы так зальете орхидейку, в амхе, тем более в таком большом размере, она может загнить. Особенно, если у вас дома прохладно. Сейчас я оставляю немножечко так вот орхидейку, чтобы все пропиталось, корни увлажнились и буду доставать. Орхидейка напиталась. Я ее достаю, она, конечно, очень сильно потяжелела. Вот такой вот большой у нее стаканчик и шикарная корневая система. Вот такие вот корешулики. Теперь важно аккуратно-аккуратно снять мох. Потихонечку. Мох, кстати, хороший и я буду его использовать в новой посадке. Кстати, посадочка сегодня будет такая вот максимально щадящая для орхидейки. И так я советую пересаживать вам орхидеи, именно азиатские, которые пришли в амхе. Если вы видите, что мох у нее вот такой вот хорошенький, видно, что свеженький, вот, его можно использовать повторно. А если мох имеет неприятный запах, какие-то грибы, видно, что на нем какие-то белые точки, много зеленых водорослей, тогда лучше мох заменить, да, и взять новый свеженький мох. К тому же здесь, так как это орхидея, да, получается уже в большом стаканчике, она сначала росла в размере 1,7, потом в 2,5, потом ее уже перевалили, да, в троечку. Вот, и получается, что сверху мох, он самый свежий, а внутри уже будет моха похуже, поэтому я отбираю только сверху. Тот, что идет уже внутри, я его выброшу. А вот сверху, он прям такой хороший, волокнистый, я его буду использовать в посадке. Вот так, аккуратненько, аккуратненько. Мох такой хорош, прям длинный, длинный. Потихонечку, помаленечку снимаю, чтобы ничего не сломать. Если не травмировать корни, то, конечно же, орхидея очень быстро адаптируется в новом горшочке. Здесь, кстати, я вижу гранулы, удобрения, скорее всего, это осмокот. И здесь его прям насыпали щедренько, он прям сыпется при разборе мха. А я не подружилась со осмокотом. И именно с фракцией, да, я два раза пользовалась, и два раза пожглись корни от фракции 3-4 месяца. Многие мне писали, что была такая же ситуация, но если взять побольше длительности, да, там 9-12, вот, тогда все в порядке. Ну, не знаю, я уже как-то даже боюсь пробовать и боюсь рисковать. Потому что эффект после осмокота был, конечно, ужасающий. Корни прям где соприкасались, там прям обжигались. Вот, поэтому, думаю, много есть и других удобрений очень хороших, которые не обжигают корни. Поэтому, думаю, лучше я больше не буду пробовать, тестировать осмокот. Вот, смотрите, вот я уже докопалась до горшочка размера 2,5. Вот оно, видите? И там мух хуже. Хуже, он более мелкий, он с мусором, здесь даже есть палочки. Поэтому, конечно же, вот это изнутри я буду выбрасывать. Вот, ну и, конечно же, хорошо, что я ее не оставляю с этим мхом, потому что он уже начал перепревать, перегнивать, да, он уже старый. Орхидея уже долго в нем растет. Ну и качество его намного хуже, чем того мха, да, которым она была сверху замотана. Поэтому этот я выбрасываю. И я думаю, что я приняла правильное решение ее пересадить и, да, полностью снять ей этот мох. Кстати, меня спрашивали, да, по поводу пересадки, во что лучше, когда лучше пересаживать. Вот если орхидейка размера 1,7 пришла к вам во мхе, я советую ее взять, обмотать мхом точно так же, да, с фагнумом. Не важно, живым или, возможно, у вас брикетированный, да, который вы будете размачивать. Замотали и в одноразовый стаканчик 500 миллилитров. Вот когда орхидейка уже его прямо обрастет, да, полный будет этот стаканчик, тогда уже вы снимаете мох и пересаживаете в посадку какую хотите. Кора, керамзит или можно, да, там так же оставить ее в омхе, но добавить немного крупной коры. Вот. И, да, тогда уже у вас как хотите, как вам нравится. Но когда орхидейка маленькая, в идеале, да, взять и посадить ее опять в мох. В общем, если орхидея к вам пришла в размере 1,7 в омхе, сажайте ее в мох, в больший стаканчик. Если у вас орхидея пришла в размере 2,5 с хорошей корневой системой или вообще вот такая гигантская, как у меня, тогда уже можно полностью обобрать мох и посадить ее в ту посадку, которая вам нравится. Думаю, ответила на все вопросы, понятно, все, да, и вопросов таких больше не возникнет. Все, орхидейка у меня готова к посадке. У нее достаточно длинная шея, вот. Но ничего здесь умолаживать не буду. Она будет пересаживаться со всей своей бородой корней, так как она есть. Вот такая вот красотища. Я уже все подготовила для пересадки. Это мой любимый горшочек с фитильным поливом, с автополивом. Также приобретался горшочек вместе с орхидейкой на сайте Орхарай. И также вот у меня здесь кора. Вот такая вот кора. Замечательная, мне понравилась. На первый взгляд она отличная, ничем не отличается от Орхиаты. Вот, поэтому я думаю, что орхидейкам очень даже понравится. Нет ни щепок, ничего. Вот такая вот чистая, красивая кора. Кора Туа также приобреталась на сайте Орхарай. В принципе, да, получается, что все ингредиенты для посадки можно взять в этом магазине. Кто-то скажет опять реклама, но вы знаете, мне проще один раз сказать, где я это все приобретала, чем потом под видео отвечать на десятки комментариев, где взять кору, где взять горшочек, где приобрести мох или где приобрести орхидею. Все брала в интернет-магазине Орхарай. Здесь я уже насыпала дренажный слой. Здесь примерно у меня полтора сантиметра получилось. Вот, фитиль. Часто вопрос о фитиле, хотя я постоянно об этом говорю, но вопросы возникают, много смотрят новых зрителей, поэтому повторяюсь. Фитиль должен, да, вот веревочка, которую вы используете, она синтетическая, она должна докасаться прямо до донышка. Вот, кончики должны докасаться. Приподнимаем фитиль от грунта. Если фитиль будет лежать вровень с дном, никакого эффекта не будет. Приподнимаем, но так, чтобы фитиль не был слишком высоко, чтобы орхидейки под шейкой не было слишком мокро. Можно фитиль, да, вот так вот вбок поставить, чтобы он не находился, да, под орхидеей, а немного сбоку. Ну, в этом горшочке я обычно делаю вот так, потому что здесь специальное отверстие, именно, да, где должен быть фитиль. Поэтому вот таким вот образом он располагается. Дренаж я уже насыпала. Теперь идет первый слой. Это как раз-таки тот мох, в котором жила орхидейка. Она с легкостью адаптируется в такой посадке, в родном ей мхе. Вот так вот, чуть-чуть, прикрывая, собственно, керамзит. Капелюшечку. Немножечко коры на донышко. Тоже так, буквально несколько кусочков. Теперь устанавливаю орхидейку. Прекрасный экземпляр. Ставлю, раздвигаю ей корни вот прям вот таким вот образом. Горшочек прям как под нее сделанный. Отлично. Я постараюсь, конечно, ее максимально ровно установить, но мне кажется, это такой сорт, который всегда будет заваливаться на бок, как бы ты ее не выравнивал. Это как Леодора и другие подобные орхидейки. Так, распределяем. Очень хорошо, чтобы корни потом видны были у стенок. Так я буду определять, когда поливать растение, нравится ей посадочка или нет. Потому что все орхидейки, конечно, индивидуальны. Вот, поэтому может быть такое, что и закапризничает. Хотя в этих горшках у меня ни разу такого не было. Ну, мало ли. Так, засыпаю корой. Простукиваю. Добавляю немного мха. Распределяю пальчиками. Разворачиваю, придерживаю, потому что она еще не зафиксирована. Засыпаю корой. Растукиваю. Добавляю мха. Мух, правда, очень хороший. Мне понравился прям с орхидейки. Внутри был ужасный, а сверху прям хорошенький такой. Как будто только ее в него закрутили. Так. Разворачиваем. Немного поправляю. Добавляю коры. Смотрю, где пусто. Там досыпаю, вставляю, протрухиваю. Так, вы знаете, мне еще очень хочется добавить ей циона. Очень хочется. Мне кажется, что она с ционом будет расти вообще замечательно. И не нужно будет никаких дополнительных ей подкормок. И я вот сейчас на этом этапе, пока видно корешочки, ложечку циона вот так вот, прям на корни. Обязательно цион должен соприкасаться с корневой системой орхидеи. Еще капельку вот здесь вот. Горшочек большой. И получается, здесь нужно будет примерно 2 столовые ложки. В конце я еще немного добавлю. Вот простукаю, чтобы прям хорошо на корни попал. Продолжаю засыпать. Так, и в конце я все прям буду закладывать мхом. Вот так. Еще капельку циона, буквально пол ложечки. По бокам вот так. И концовочку мхом. Так, здесь хорошо видно. Сверху будет мох. Будет играть такое одеялко. Роль фиксирования влаги. Вот бы влага сильно не испарялась. И оставалась у корней орхидеи. Вот таким вот образом. От Сони я уже много рассказывала. Есть прям видео. Я рассказываю об этой добавочке. Поэтому кому интересно, посмотрите. Посмотрите. Вот так. Все. Вытаскиваю. Смотрите. Здесь получилось, что и воздушные карманы есть. И мох будет влагу сохранять, отдавать корешочкам. Кора хорошая. Циончик будет питать вместо удобрения. Поэтому здесь еще и орхидейка на фитильном поливе. Полил, можно сказать, и забыл. Никаких ни подкормок, ни удобрения. Больше ничего я делать не буду. Единственное, конечно, первые несколько поливов я водичку оставлять не буду. Это будут проливы. И все. Посадочка завершена. И о нюансах первого полива и об уходе после пересадки именно на фитильном поливе я расскажу вам в следующем видео. До свидания, мои хорошие. До новых встреч. До новых встреч.